Папа меня учил вот так вот стоять прямо, спину держать ровно и вот так вот руками сниматься. Десятилетний Никита показывает то, чему его научил папа Владимир Колокольников, а именно правильно поднимать штангу, подтягиваться на турнике. Как признается мальчик, папа его главный герой. У меня папа был героем, учил защищать всегда маму, сестру и себя. Я хочу быть, как он, таким же смелым и мужественным. Постоять за себя и не дать в обиду. Этому Владимир Колокольников учил и дочь, и восьмилетняя Вика все хорошо освоила. Папа меня научил защищать себя, он защищал детей, как я, и был очень добрым. Владимир Колокольников защищал мирное население новых регионов, в том числе и детей. Мужчина был военнослужащим. Его призвали в ходе частичной мобилизации. Он говорил, я пойду, потому что пацаны там воюют. Знакомы у него многие ушли. До сих пор некоторые там воюют. Он сказал, я пойду, и все. Я говорю, нет. Долго спорили с ним. Пойду, не пойду, пойду, не пойду. И все-таки взял, пошел. А иначе Владимир Колокольников поступить не мог. По словам его родных, он был патриотом. Всегда и всех защищал. Никого в беде не оставлял. Боец погиб. Посмертно ему была присвоена награда – Орден Мужества. Мэр Челнов на Эльмагдеев обещал поддерживать семью военнослужащего. Безусловно, мы и дальше будем помогать, поднимать детей. Они вырастут. Безусловно, нужна будет поддержка с нашей стороны. Жизнь продолжается. Как отметил городоначальник, помощь никогда лишней не бывает. Эльмир Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости. Набережные Челны.